Всем привет! Показываю как без создания загрузочной флешки сразу загрузить и установить Windows на внешний SSD M.2 NVMe накопитель. К примеру, у меня есть SSD M.2 NVMe накопитель с объемом памяти 256 гигабайт. Я собираюсь ставить его под систему на отдельный персональный компьютер. Чтобы сделать такой SSD M.2 загрузочным и сразу установить на нем Windows 10 или 11 при подключении к другому ПК, делаем следующее. Берем внешний карман под SSD M.2 NVMe накопители. В моем случае будет такой карман под SSD M.2. Детальный обзор на него можно посмотреть по ссылке ниже в описании под этим видео. Кстати, если вы будете делать все через ПК, то такой внешний карман вам вообще может не понадобиться. Но это в том случае, если на вашей материнской плате персонального компьютера будет наличие порта под SSD M.2 NVMe накопитель. Далее необходимо разместить данный SSD M.2 накопитель внутри этого внешнего кармана. После того, как SSD M.2 накопитель установлен и размещен в кармане, подключаем данный карман в USB либо Type-C порт ПК или ноутбука. После чего переходим на рабочий стол, в моем случае ноутбука. Чтобы все было наглядно видно и понятно, я сделаю полноэкранный режим его рабочего стола. Теперь нам необходимо скачать оригинальный образ, к примеру, Windows 11 с официального сайта. Для этого открываем браузер и в поисковике пишем «Windows 11 скачать с официального сайта», после чего жмем Enter. Здесь переходим по первой ссылке официального сайта Microsoft с данным названием и ярлыком. На официальном сайте спускаемся чуть ниже и разворачиваем здесь данное окно. Выбираем здесь Windows 11 и нажимаем «Скачать». Далее разворачиваем здесь окно для выбора языка установки. Выбираем язык будущей системы, после чего жмем «Подтвердить». Ну а далее нажимаем на кнопку «Скачать» в Windows 11 64-бит, после чего начинается скачивание образа Windows. После того, как образ скачался, открываем в верхней части браузера новую вкладку и в поисковике пишем слово «Rufus скачать», после чего жмем Enter. Жмем здесь по первой ссылке данного официального сайта Rufus. На главной странице сайта Rufus спускаемся чуть ниже и нажимаем здесь на первую ссылку с надписью «Стандарт Windows X64», после чего данная утилита по созданию загрузочных USB накопителей скачивается. После того, как скачивание завершено, закрываем окно браузера, открываем проводник, заходим в папку загрузки и, как видно, скаченные утилита Rufus и образ Windows 11 у меня расположены здесь. Далее запускаем приложение Rufus, сворачиваем окно проводника и, как видно, в этом окне мой подключенный SSD M.2 NVMe накопитель на 256 гигабайт сразу отобразился в подключенных внешних устройствах под буквой «Е». Далее нажимаем «Выбрать», отмечаем здесь скачанный образ Windows 11 и нажимаем «Открыть». Пишем в новой метке Тома Windows 11. Заходим в параметры образа и выбираем здесь Windows To Go, после чего жмем «Старт». Здесь выбираем загрузочную версию Windows. Я выберу Windows 11 Pro и «Ок». Здесь я убираю все галочки, так как буду ставить Windows с нуля, а вы делайте так, как вам удобней, после чего жмем «Ок». В этом окне знакомимся с предупреждением о том, что диск, на который вы сейчас будете записывать образ, будет полностью отформатирован, и все данные с него будут удалены. Если согласны, то жмем «Ок». И дожидаемся завершения загрузки на внешний SSD M.2 накопитель. По завершению процесса нажимаем «Закрыть» и выключаем данную утилиту. Далее отключаем внешний карман под SSD M.2 NVMe от ноутбука, после чего извлекаем из него накопитель SSD M.2 NVMe. Ну а далее переходим к системному корпусу персонального компьютера. Размещаем данный SSD M.2 NVMe накопитель на материнской плате персонального компьютера. Делаем это согласно ключа разъема подключения. И не забываем зафиксировать заднюю часть накопителя специальной защелкой. После чего включаем ПК. И как видно, сразу же после включения начинается стандартный процесс установки Windows. В моем случае Windows 11. Все быстро и просто. Никакой загрузочной флешки при этом способе не требуется. В некоторых случаях подключенный вами SSD диск в автозагрузку из BIOS может не попасть. Тогда просто в BIOS выберите подключенный SSD в ручном режиме. Принцип действия такой же, как и с загрузочной флешкой. В моем же случае все прошло в штатном обычном режиме. Ничего в BIOS мне переключать не потребовалось. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!